Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ака Морачева. Всех рад приветствовать в реальной рыбалке. Никто не ждал, да, не гадал, что я всё-таки начну снимать эту игрушку. Но, увы, начались рождественские... ой, рождественские... предновогодние дни. Я решил зайти посмотреть, что же у нас происходит в реальной рыбалочке. А в ней происходят действительно очень стоящие вещи. То есть, я прокачался практически до 19-го разряда. Кто помнит, я в предыдущем, в последнем видео был только 15-го. То есть, я очень хорошо поднялся. Прям очень. И сейчас моя цель выполнения новогодних квестов, чтобы получить новогодние подарки, которые мы с вами в одном из видео, естественно, потом откроем. Но, что меня ещё побудило вернуться в игру? Понимаете, почему я вообще прекратил резко снимать? Я же играл в эмуляторе. Сейчас, кстати, не в эмуляторе. Сейчас с телефона играю, записываю звук на компе с моего нормального микрофона. Конечно, это целая эпопея, честно сказать. Но по-другому я не могу снимать. Но эту рыбалку снимать хочется. Поэтому приходится так изгаляться. Эмулятор блокирует мне аккаунт. И я вынужден писать разработчикам. Вот так и произошло, когда он меня заблокировал в четвёртый раз. Поэтому видосы резко по рыбалке прекратились. У меня уже опустились руки. И я уже не стал писать разрабам по поводу того, что АК опять заблокировали. Тем более, я их задолбал. Но, представляете, я четыре раза писал разработчикам, что у меня заблокирован аккаунт. Ну и, короче, я на это дело немножечко забил. Понял, что не стоит беспокоить. А потом решил, что, да ладно, ну откажу, так и хрен с ним. Чё я теряю, в принципе, аккаунт-то и так-то я уже потерял. Пишу, мне любезно отвечают, что да, мы знаем вашу проблему. Потому что вы снимаете, снимаете с эмулятора. Мы вам разблокировали. О, спасибо, я же начинаю играть в телефоне, понимаете. Играю, играю, играю конкретно в телефоне. Прокачиваюсь. У меня такой энтузиазм, огонь в глазах. Думаю, сейчас вот ночь. Сейчас я, у меня, кстати, всегда под вечер. Вот я записываю видосы всегда, потому что нет времени. И вот уже ночью, получается, я пишу. Думаю, всё, записываю. Сейчас будет вообще бомба. Я уже настроен записать. У меня четыре тематики на видосы. Думаю, сразу четыре запишу. Прям вообще, вот прям энтузиазм. Уже вышел с аккаунта, с телефона. Всё проверил. Всё там чики-пуки. Думаю, всё, захожу в эмулятор. Только захожу, мне написано, ваш аккаунт заблокирован. Думаю, твою мать. Весь энтузиазм, коту под хвост. Настроение не к чёрту. Короче, чё делать? А чё делать? Ничего. У меня вся аппаратура уже всё настроена. Всё горит, чё записывать. А записывать как бы и нечего. Потому что я реальную рыбалку собрался записывать. В итоге я плюю на всё это дело. Захожу, было уже час ночи или где-то туда, ближе к часу. Пишу письмо, что, прошу прощения, забанили опять бот. У них там бот, который блокирует аккаунт. Говорю, бот опять меня словил. Короче, написал. Естественно, сказали, что локализовывать игру по эмулятору никто не будет. Бот-то из одного меня, естественно, переписывать никто не будет. Потому что все люди играют с телефонов. Но я, в принципе, разработчиков понимаю, кто будет играть в эту рыбалку с эмулятора. Если... Как не я, ё-моё. Потому что мне удобнее записывать с компа. Ради одного меня, естественно, горы сносить не будут. Но это такая грубая поговорка. Но, понимаете, такое уважение к людям я ещё никогда не испытывал. Особенно к разработчикам. Когда мне пятый раз разблокировали аккаунт из-за моей же проблемы. Я был очень сильно удивлён, рад. И, знаете, вот прям... Мне захотелось прям очень сильно играть в игру. Я знал, что разработчики этой игры очень такие общительные. Они постоянно помогают, откликаются как-то, знаете, на просьбу игроков. Идут им навстречу, помогают и прислушиваются к их нему мнению. Но вот с моими, знаете, вот этими заморочками дурацкими, когда блокируют аккаунт, ну, это, конечно, да. Они могли просто сказать, слушай, играя через телефон и всё, типа, не пиши. Я им даже написал, ничего страшного, если я ещё раз обращусь. Ну, сказали, ничего, пиши, естественно. Мы разблокируем, если вдруг что. Блин, ну, это, конечно, такая, знаете, сказка прям жесть. Ну, тематика сегодня нашего видео. Мы ловим с вами язя на этом ледяном озере, получается. Язя нам нужно наловить 70, рождественский язь, 73 килограмма. Заходим вот в квесты, новогодний квест. А, даже больше, смотрите. А, сорян, я что-то вообще заговорился. Нам надо, короче, северного карпа ловить. А я, я забыл, что я этот квест сделал. Ух, так. У меня ещё, кстати, запись экрана может прерваться на телефоне в самый неподходящий момент. Так что, если вдруг я буду какую-то тему вещать, а потом резко как бы пропал с этой темой, то уж извините меня, простите. Вот, да, это тоже может быть. Из-за этого я тоже не хотел снимать с телефона. Но, вот, правда, вот, из-за, из всего уважения к разработчикам, плюс действительно очень хорошая игра, и всё в таком духе, вот, прям реально вот хочется снимать, поэтому записываю с компа звук, снимаю с телефона, потом это всё буду сводить. Но, ничего, так, куда мы заходим? Статистика. Так, нам надо карп, да, онлайн рекорды. Заходим сюда. Карп, карп, карп. Долго открывает. Не пойму, хотя вроде бы Wi-Fi всё есть. Так, карп, да, карп. Северный, северный карп, наверное, вот это. Нужно нам. Но почему-то очень долго, не знаю, почему так открывается долго, хотя Wi-Fi работает хорошо. Не понял. О, всё, открылось. Давайте посмотрим. Ледяное озеро Кукуруза, 300 сантиметров. Кукуруза, всё на кукурузу. Вот, на картофель даже поймали. А так кукуруза 300 сантиметров. Окей, давайте так и сделаем. Так и будем сейчас ловить. Кукуруза, не помню, есть у меня или нет. Сейчас мы зайдём, посмотрим. Точнее, не посмотрим, а купим кукурузу. Денег у меня море. Кстати, деньги, которые можете наблюдать, 475 тысяч. Это я насобирал денег, пока оформил. Кстати, сейчас, ребята, заходите в игру. С 25-го ввели вот эту акцию с квестами, с новогодними подарками. Очень крутая штука. Во-первых, опыта. Гляньте, как сыпет. Я вообще качаюсь быстро. Очень быстро качаюсь. Поэтому мой вам совет, заходите тоже, играйте. Сейчас есть очень хорошая возможность прокачаться и плюс нафармить подарков. А подарки эти, я вам хочу сказать, крутые штуки. Вот правда, подарки прям бомба. Ну, мне, по крайней мере, понравились подарки новогодние. Я ещё, этот, не открывал. Нет, один открыл. Не помню, что выпало. Ну, что-то отдельно. По-моему, ремкомплект выпал, деньги выпали, ещё что-то. Ну, то есть, там несколько вещей выпадает. Очень классная штука. Поэтому я так загорелся. Сейчас играю, вот эти вот всякие квесты. Стремлюсь за этими подарками. Давайте, как там написано было, 300 сантиметров. Я, кстати, купил эхолот себе. Такой неплохой, я вам скажу, по цене. 200 косарей. А, да, ребятки, я же эхолот купил за 200 косарей. Поэтому то, что вы видите, что у меня мало денег, у меня было бы больше. Я просто не поскупился на покупку эхолота. Эхолот зашёл тоже хорошо. Сначала купил за полтинник, знаете, ну тут я потерял деньги, вот серьёзно. Купил за полтинник, а он мерит глубину только на 300 сантиметров. И я такой, эээ, чего, серьёзно? Думаю, блин, продам. Захожу, продать можно за 5 тысяч, то есть 10 раз меньше. Я такой, да ё-моё. Я расстроился, потом зашёл, понял, что я потерял полтинник. Просто вот я так его выкинул в никуда. Лучше бы там наживки какой-нибудь купил. Хотя есть наживка, которая дорогая. И когда я, допустим, покупаю там по 5 тысяч её. Я ещё так интересно, знаете, так по-жмоцки наживку там покупаю. Допустим, там лягушку, там устрицы, ну живец там не сильно дорогой, но всё равно. Заходишь на 5 тысяч купил, такой думаешь, а ладно, половил, закончил, свяжел опять на 5 тысяч купил. Ну типа как бы не так, цена не такая большая, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не так в глаза бросается. А когда покупаешь на большую сумму, то как-то аж сердце кровью обливается. Потому что понимаешь, что база не достро... Точнее, даже не началась ещё строиться. Ни дома на ней нету, ничего нету. Надо всё строить. А денег катастрофически не хватает. У меня сейчас цель... Помните, я когда-то говорил в одном из видосов, до 20-го вроде докачаться была цель, если я не ошибаюсь. Вот уже практически приблизился к своей цели. 20-й разряд. Но я думаю, ещё больше будем качаться, чтобы открылись другие локации, на которых мы можем половить очень крутую рыбу. В связи с чем мы сможем заработать деньги. Кстати, турниры... Вот я когда вам говорил в других видосах по поводу ловли определённой рыбы. Старайтесь играть на эти виды турниры и выигрывать. Потому что все удочки, которые я нафармил, катушки, лески, они в основном были нафармлены именно на вот этих вот турнирах. Играйте турниры, плюс турниры дают и деньги, и опыт. И плюс вот снасти всякие очень крутые, поэтому играйте. Так, видите, рыба срывается, зараза. И сейчас я же говорю, если будете заходить, даётся премка. А премка это очень классная вещь. Там 50% опыта, 50% продажи. Больше с продажей рыбы. То есть там вообще, ребят, заходите, посмотрите. Премиум аккаунт это вообще прям очень меня вдохновил. Но поиграл я на премию очень мало. Часа два, наверное, только успел поиграть. Если не... Может два или три. Это вообще сложности. Маловато, конечно. Хотелось бы больше. Но... Чё поделаешь? Работа как бы... На работе играть я не могу. А дома сколько было в свободном времени, столько и постарался посвятить рыбалке. Потому что всё-таки прем аккаунт даётся не каждый день. Под Новый год вот дали на денёчек. Поэтому стоило воспользоваться по максимуму. Вот насколько мог, настолько и воспользовался. Так. Ну а мы с вами фармим потихоньку карпа. И будет у нас ещё один новогодний подарок. Естественно, будем копить эти подарки. А потом я их хочу открыть. Тут, кстати, на этой локации очень хорошо фармятся ключи и сундуки. Вот прям часто падают. Я ещё хочу сделать отдельное видео по открытию вот этих вот сундуков и ключей. Только что вот сказал, да, ключ упал из сундук. Смотрите, сколько у нас ключей. 36 ключей. И... 63 сундука. И плюс новогодний подарок. 10 штук. Блин, премка один день у меня ещё есть. Нифига себе, как так? Я же её потратил. Это круто. Я, наверное, подожду. Выберу выходной день какой-нибудь. Или вот день, когда буду знать. Может быть, на новогодних каникулах, скорее всего. Там 1 или 2 числа. Я засяду, активирую прем. И буду на преме прям очень сильно фармить. Я даже не знаю. Либо вот на вот этой локации никуда уходить не буду. Также квесты буду делать. То есть, видите, я уже 10 квестов сделал. 10 сундуков заработал. Новогодних подарков. Я не знаю, насколько мне хватит терпения. Вообще, я не очень такой квесты дел. Честно, вот вам скажу. Тем более, за тут, за рыбу, опыт они сильно много дают. Но тут квесты вытаскивают. Понимаете? Тут вы ловите, ловите, ловите. Хоп, а квестик вы выполнили. То есть, вам раз тысячу опыта. Хоп, накинули. Потом, хоп, ещё. Вот смотрите, за этот квест, вот, новогодний квест, 1100. С первых квестов и подарок плюс. С первых квестов, что-то там 600, по-моему, давали. Или 680. А сейчас уже 1100. То есть, чем дальше, тем больше опыта будет, я так понимаю. Но это плюс. Это огромный плюс. Тем более, ещё подарок перепадает. Но это вообще бомба, ребята. Подарок. Это крутяк. То есть, вот. В принципе, что я хотел сказать. Я возвращаюсь в реальную рыбалку. Естественно, Fisher Online я тоже не забрасываю. Буду снимать. В реальной рыбалке будем с вами развиваться. Ещё будут видосы. Будет много видосов. Лишь бы позволял только снимать телефон. Не было никаких эксцессов. И также с ноутом было всё хорошо. Дай бог. Чтобы, короче, с аппаратурой было всё нормально. И будут нормальные съёмки. Будет много видео. Всё будет. Насчёт стрима. Я бы очень хотел постримить реальную рыбалку. Тем более, что с января вроде как должен быть уже интернет оптоволоконный. И тогда будет вообще бомба. Но, возможно, так как я не могу играть с эмулятора, я стримить не смогу. С телефона стримить... Ну, это такое себе. Не знаю. Я с телефона стримить где-то... Знаете, это как играть на гитаре без одного или двух пальцев. Я так это себе представляю. Потому что... Не знаю. Для меня стрим это вот надо комп, аппаратура, чтобы всё было под рукой. Телефон, чат. То есть, вот так должно быть более-менее как-то вот профессионально. А не так, когда ты тупо с телефона, то у тебя ничего не видно. Ты... Оно всё маленькое. Ты не знаешь, что куда. Ну, то есть, вот это. Ладно. Всем спасибо, дорогие друзья, кто посмотрел. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте. Покажите, что вы рады, что я возвращаюсь в реальную рыбалку. Если будет огромный зрительский отклик, я постараюсь ещё быстрее заснять видосы и выпустить их. Поэтому огромное всем спасибо. Подписывайтесь. И всем пока, ребятки. С наступающим Новым Годом. Ура!